Покушение на Зеленского? Что случилось? Что Путин с Пригожиным зэками делают? И что учудило Симоньян? Другого исхода вообще не вижу. Никакого. Это горячие новости, всё самое важное в одном дайджесте. Покушение на Зеленского? И не одно? Авторитетное издание Индепендент сообщило шокирующие подробности. Как оказалось, с начала войны президент Украины пережил более 12 покушений. Два отдельных удалось предотвратить благодаря американской разведке. Директор ЦРУ Бэрнс приезжал в Украину и лично предупредил Зеленского о возможных угрозах. В деталях рассказал ему о планах россиян его ликвидировать. Симоньян сошла с ума, натянула цыганское платье с розами, накрасила губы и пришла в гости к Соловьёву. Не на свидание, а чтобы спланировать ядерный удар. Уверенность пропагандистки где-то выветрилась. Она боится, чтобы её освобождать не пришли. Они не остановятся. Эта война не приносит им ничего, кроме пользы. Вот отправляет Британия... Сколько ты сказал? 100 единиц бронетики, да? Пока мы всё это выжигаем. Но они же начнут повышать ставки так, что нам начнёт быть, ну, как-то больно. Понимаешь? И уже речь пойдёт о безопасности, собственно, территории Российской Федерации изначальной, без новых освобождённых присоединённых территорий. Конечно, ВСО дойдут до наших законных границ и выгонят оттуда ваших иродов. Совсем скоро Маргариточка. Тогда это может кончиться только условным карибским кризисом 2.0. Поэтому, ну, теперь так, и да, в ядерной войне никто её не выиграет, но зачем нам мир, в котором нет России? Это другого исхода вообще не вижу. Никакого. Это вам мир без России не нужен, а нам это ой, как необходимо. Путин с Пригожиным разводят зэков, как дураков. Их выманивают с тюрем, где тепло, есть еда и кровать. И бросают голыми и голодными на фронт на мороз. А вы знали, что у российских зэков даже интернет-магазин есть? Через него они могут заказывать еду и другие мелочи. И на протяжении недели заказы доставляют в колонии. Кстати, сейчас над этим магазином все смеются. Там провели ребрендинг. И теперь он называется сидимедим.рф. Раньше назывался всинмагазин.рф. В названии была аббревиатура Федеральная служба исполнения наказаний. Кстати, сама служба всячески отрицает любую связь с этим интернет-магазином. Террорист Геркин заговорил о наступлении России с территории Беларуси. И ничего хорошего он не ждет. Если это произойдет, я не знаю. Но если это будет, я ничего хорошего от этого не прогнозирую. Для России ничего хорошего не прогнозируют. Говорит, ВСУ разобьют расиста. Рашисты, что с вашими вояками сделали украинские защитники во время предыдущего наступления. В этот раз еще хуже вам будет. Если Россию оставить на поле боя одну, ее вояки убивают друг друга. О таких случаях рашист рассказал отцу по телефону. Их разговор перехватила наша разведка. Но самое важное российский военный признался. Шойгу воюет с Пригожиным, а их армия убивает вагнеровцы. А следующая чушь прозвучала настолько серьезно, что страшно даже представить, как сильно зомботерапия повредила мозг отца оккупанта. Там и мозга, наверное, уже нет. Одна пропаганда. Вагнеровцы их вообще мочат, а не поляков, блядь, что-то нет. На дух не переносят, блядь. Но поляки тоже вагнеровцев мочат. На них и сейчас испытывают, блядь, американцы эти аппараты, препараты, чтобы ты боль не чувствовал, блядь. Ну, то есть вот... Кайф был, и боль не чувствовал, блядь. Чьи поляки стали хохлоф расстреливать, блядь. Эта нация просто не должна жить в современном мире. В Москве простых прохожих спросили, есть ли в России враги и кто это. Америка. А почему Америка? Ну, мне так кажется. Они нам завидуют. У нас очень много природных ресурсов. Им хочется их получить. Америка. Почему? Ну, все так считают, не знаю. Я как-то так же. Интересно, а как выживают следующие персонажи? Как они вообще на улицу выходят? Это же ужас. Все враги. В России всегда одни враги. Кругом. Все. Думаю, вокруг нас вообще одни враги. Вокругом одни враги. Следующий уникум вообще пристыдил журналистку. Необразованная дурню спрашивает, не смотрит умных людей по телевизору, ничего не знает. Вы знаете, что говорят наши по телевизору, нет? Те, которые умнее нас с вами в 10 раз. Всю жизнь были враги, особенно Англия. А почему они враждуют-то с нами? Этого тоже вы не слушаете, да? А у этого вообще каша в голове перемешалась. Американцев с россиянами перепутал. Каждый седьмой американец не способен показать своей страны на мировой карте. Каждый четвертый не способен показать Тихого океана. А многие вообще предполагают, что Европа – это такое государство. В гостях у Соловьева депутат Госдумы Гурулев поймал белочку. Еще не протрезвел, а уже собрался мстить ядерным ударом за поставки танков Украине. Как только один леопард заявит сюда, это вставать страна огромная, другого варианта быть не может. И не надо к этому серьезно относиться, это против нас мы стали, нас убивать. А танки леопард будут ездить по территории Российской Федерации, по Херсонской, Запорожской областях, оккупированы нацистами. Интересно, где это уже Гурулев Абрамса и леопарды увидел? В магазине детских игрушек? Смотри, еще ядерку бросит. Танки немецкие, американские, но первая в списке на уничтожение почему-то стоит Великобритания. Еще посмотрим, кто кому устроит Кузькину мать. Нет, это мы вам устроим, даже смотреть не будем. Кому война, а кому нажива, украинские предприниматели оставили без еды наших военных. Частное предприятие поставляло товары 45 военным частям ВСУ, но проделывало хитрую схему. В договорах указывали одно количество продуктов, а на самом деле привозили значительно меньше. А те, которые оставались, перепродавали. Только за полгода войны мошенники получили военных заказов на более чем 2 миллиарда гривен, сообщает Государственное бюро расследований. Силовики провели 70 обысков и изъяли более 30 тысяч банок тушенки. Их передадут нашим защитникам. Также нашли 4 миллиона гривен, вероятнее всего вырученных на махинации. Конфисковали у преступников и десятки автомобилей, которые перевозили краденое. На заграничном горнолыжном курорте в кабинке подъемника встретились двое россиян и поляки. Представляете, как они были рады друг друга видеть. Тип спрашивает, а вы кто по нации? Ну и Витек отвечает, русские. И он просто берет с таким презрением. А чему вы удивляетесь, привыкайте. Теперь такая реакция на вас будет везде. И рассказывать о том, какие русские хуёвые, типа поляк, который вообще не знает ни капельки о русской душе, о русских людях. И имеет какое-то право вообще в целом рот открывать. Какая у вас душа, о чём вы говорите? У вас её нет. Да и людьми вас сложно назвать. Те, кто даже знают ваш язык, пытаются поскорее его забыть. Вот и русская душа дала о себе знать. Когда уже вышли из кабинки, думаю, всё-таки прям на хорошего леща такого, аккуратненького, чтоб ещё кружочек на кабинку смотался, потом уже очухался. Ну прям заслужил типочек.